Все события персонажи вымышлены, любые совпадения с реальностью случайны. Простите, другого выхода нет. Беги! Беги! Падре! Факунда Арана, Нэнси Дюпла, Леонор Бенедетто, Нора Карпена, Рауль Риццо и Карина Зампини. В сериале «Падре карахе». Идея Адриана Суара Сынария Маркеса Карнивале и Марселла Герти «Падре карахе». Режиссеры Мартин Сабан и Себастьян Пивотто Кто-то будет удивлен и Костой, и весь город. Стоять здесь я еще не закончил. Отпусти ее. Возьми меня. Мне заплатили за нее, и живой она не уйдет. И это я буду делать. Ты цела? Бежим! Слышишь, бежим! Стой! Куда ты? Без денег я не уйду! Оставь Сильвия! Беги, я догоню! Стой, Сильвия! Вы никуда не пойдете, Синьора Гарменди. Ушла. Кто? Та женщина. Да. Ты к нему бегала? Нет, по делам выходила. Клара, не уги мне. Я знаю, что ты искала карахе, чтобы предупредить. Кто тебе сказал, Анна? Неважно. Я же тебе говорила, пусть этим занимается Лоретта. Нет, тебе нужно вмешаться, тебе нужно обязательно влезть. А он бандит, по нему тюрьма плачет. Неужели непонятно? Не только по нему. Кост лгал тебе, мама. У папы не было счета в посаде Ла Сальмос. Мой папа был честным человеком до самой своей смерти. Мой папа был честным человеком до самой 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 смерти. Субтитры создавал DimaTorzok Коста хотел заманить вас в ловушку. За что он вам заплатил, сеньора? Субтитры создавал DimaTorzok Ладно. Думаю, в участке вы заговорите. Мне нельзя в участок. Там Коста убьёт меня. Почему? За документы, которые его компрометируют. Документы? Какие? Региональный банк Поса де Ла Сальмос. Банк вашего мужа? Евангелие от Марка Что всё это значит? Кто-то подменил бумаги. Их украли. Кто, Карахи? Мне нужно срочно уехать. Отпустите меня. Весьма сожалею, но это невозможно. Идёмте. Не бойтесь. Я же полицейский. Отец не брал тех денег. Он был честный человек. Я говорила, что всё это подстроил Коста. Но как он мог? Алехандро был его другом. Ничего, Лоретто поможет нам разоблачить Косту. Разоблачить? После того, как он был лучшим другом семьи? Тем более, что ты выходишь замуж за его сына. Только я всегда верила в папу. И я отомщу за него. Дай бумаги. Нет. Дай. Я передам их Лоретте. Нет. Позволь мне заняться этим. Это правда. К стыду своему я сомневалась в муже. Потому что меня, нас всех оплели паутиной лжи. Теперь пришло время. Положить этому конец. А я предупреждала, что от этой женщины жди неприятностей. Мне что, нужно было смотреть, как её убивают? Нечего ей было с Костой связываться. Вот и всё. Хватит меча. Мы сделали то, что должны были сделать. Тебе не кажется? Прости. И ты прости. Ты прав. Прости нас. Прости. Пиво хочешь? К ней подослали наёмного убийцу. Ничего страшного. С Лореттой она в безопасности. Ты в этом так уверен, Санта? А я нет. Мне кажется, Лоретта понял, кто такой Коста. Митча. Да. Я тебя попрошу. Сходи в отель и постарайся выяснить, что там происходит. Позвони Дарио и спроси. Ладно, пойду, пойду. Только обещай больше не делать глупостей, хорошо? Санто. Где второй? Убежал. Он меня видел? Не знаю. Но это вопрос времени. Круг сужается. Всё очень вкусно, особенно торт. Теперь скажите прямо, зачем вы меня позвали? Честно говоря, у меня нет времени посещать файфоклоки. Это не мой стиль, Аманда. Я хочу попросить вас об одной услуге. Только не просите меня обслуживать Пипо. Это выше моих сил. Я не знаю, что с ним делать. Нет, 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 не бойся. На этот раз речь не о Пипо. А кого нужно обслужить? Никого. Нужно будет кое-куда съездить. И собрать кое-какие сведения. Это мне нужно будет сделать? У меня не получится. А у меня получится. Да. Вы хорошо умеете договариваться с мужчинами и вообще прекрасно знаете людей. И куда нужно съездить? Сначала пообещайте, что всё это останется между нами. И что вы не будете задавать вопросов. Обещаю. Говорите. Поедете в Сакраменто в приют Сан-Хосе и спросите о мальчике, поступившем туда в июне девятнадцатого года. Спросить о мальчике? О ребёнке. Поедете сегодня. Разумеется, все расходы я оплачу. Что вы, Аманда, я не сомневаюсь. Вы потеряли сына. Мы договорились, никаких вопросов. Простите. Конечно, вы правы. Дарио, сеньора пока побудет у себя. Да. И соедините меня с участком в посаде Лос-Альмас. Сейчас. Ключ. Я прошу вас, Лоретто. Меня же убьют. Зачем я вам без этих бумаг? Вы мне понадобитесь как свидетель. Привет, Тете. Соедини меня, пожалуйста, с участком в посаде Лос-Альмас. Лоретто привёл женщину и запер её в номере. Голос Лоретто или мне кажется? Нет, нет, не кажется. Одну минуту. Пожалуйста. У меня есть доказательства того, что счёт фальшивый. Алло, привет, кто это? Маракко, это Лоретто. Пришли машину для транспортировки задержанного в посаде Лос-Альмас. Да, жена, управляющего банком. В полседьмого? Спасибо. Откуда у вас эти документы? Анна стащила у этой женщины. Дадите взглянуть? Да. Дарьо, принеси выпить. Секунду. Сегодня место отменяется, настрой не тот. Знаю. Но делать нечего. Мы давно не хозяева собственной жизни, так что службу придётся выстоять. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаю. Мечо. Я всё выяснила. Лоретто держит её в отеле твоей подружки. В половину седьмого её повезут в посаде Лос-Альмас. Спасибо, Мечо. И что думаешь делать? Нужно срочно забирать Сильвию. Да. Легко сказать, но Лоретто её охраняет. Ты не понял, Санта, если её отвезут в посаде Лос-Альмас, мы пропали. Нет, 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 нет. Кто-то должен провести нас в отель. Опять Клара Гирико. А кому кроме неё мы можем доверять? Я так люблю тебя, Нэна. Хозяин! Подожди, Хасинто! Туда. Прячься. Стой! Лодка готова, нам нужно спешить. Дай мне пять минут. Жду. Ну, Лоретто, защитим честь моего папы. Одних бумаг недостаточно. Нужно её свидетельство. И главное, добиться показаний от управляющего банком её мужа. Да. Добрый вечер. В чём дело, Лоретто? У меня в городе труп, и один парень избит до полусмерти. Чей парень? И ты ещё осмеливаешься появляться в этом доме. Ты оболгал моего мужа. Ты чуть не разрушил нашу семью, подонок! Негодяй! Что ты говоришь, Элиза? Зачем вы лгали? Счёта, с которого папа якобы снял деньги, не существовало. Это она вам сказала? Это правда! Да. Кто оплатил вашу ложь и вашу подлость? Кому вы верите? Это Гиена, любовница Карахи! Она вам ещё не такое скажет! Скоро мы узнаем истину. Когда управляющий банком и его жена начнут давать показания. Нет, инспектор, дела Ла Крус решаются в Ла Крус. Заблуждаетесь. Я не верю вашей полиции. Элиза, не хочу ничего слышать. Не хочу видеть тебя. Не хочу встречаться с тобой. Уходи. Не заставляй меня произносить недостойных слов. Нет, нет, мамочка, не плачь. Ты молодец, молодец. Ты молодец. Быстрее, хозяин, патруль едет. Быстрее сюда, прячьтесь. Быстро. Быстро, быстро. Здравствуйте, Дон Галевес. Как дела? Здравствуй, Хасинто. Ищите кого? Ищем. И обязательно найдём. Я слышал, сын сеньоры Костес бежал с девчонкой, но я его не видел. Точно не видел? Нет, нет. Если встречу, сразу вам сообщу. Что это у тебя здесь, сено? Сено и соломки немного, знаете, на пол лошадям в конюшню постелить. Держи. Если что-нибудь узнаешь, сразу скажу. Пошли. Привет, семье. Спасибо. Пока, Дон Галевес. Если что-нибудь узнаю, сразу вам позвоню, вы даже не сомневаетесь. Сразу позвоню. Вас не задело, сеньорита? Нет. А он? Лаутаро. 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 Хозяин, вы не ранены. О, хозяин. Лаутаро. Не съём его в конюшню быстрее. Он ранен. Осторожнее. Ты что? Ты что? Мне нужна помощь. В чём? Что мне нужно сделать? Помочь Сильвии бежать. Нет. Нет. Она должна дать показания. Живой до посады Ла Сальма Сильвия не доедет. Коста убьёт её. Нет, нет. С ней будет Лоретта. Один раз он её уже не защитил. У Коста слишком много людей. А ты при чём? Не задавай глупых вопросов. Ты ревнуешь? Ещё чего не хватало. У тебя есть банда? Пусть банда тебе и поможет. У меня есть банда, но мне нужна ты. Помочь должна ты. Пусти. Не уходи. Сделай это ради неё. Ты её должница. И что, я ей должна? Она привезла документы. Без них тебе никогда бы не удалось доказать, что твой отец честный человек. Так что ты ей должна. Пожалуйста. Ладно, говори, что нужно сделать. Вывести её на улицу. Как? Не знаю. Переодень её. Переодеть? Да. Во что переодеть? В ванну. В ванну? Да, в ванну. В твою сестру. Безумец. Нет. Шесть часов мы будем ждать в машине на улице, около входа. Пожалуйста, помоги. Помоги. Пять минут. Спасибо. И за пять минут ты надеешься уговорить меня сказать правду? Нет. Я не надеюсь. Я пришла кое-что сказать. Карахи просила тебе помочь бежать. В шесть часов они будут ждать тебя в машине, около входа. Держи. Зачем? Это маскарад. А вниз надень что-нибудь менее вызывающее. Я приду через пятнадцать минут. Ты думаешь, он тебя пустит? Неважно. Я всё-таки здесь немного хозяйка. Клара, что? Ты помогаешь мне, да? А ему? Дам тебе совет. Берегись. И не влюбляйся. Ты будешь страдать. Спасибо. Я зайду через пятнадцать минут. Нет, Ларе, это видно. Я не очень хороший следователь. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Как так не нашли? Это вам что, иголка? Нет, не понимаю. Перекройте все дороги, усильте патрулирование, спросите. Опросите фермеров. Ищите, пока не найдёте. Идиоты. А инспектор зря времени не теряет, да? Ты что, рассчитываешь остаться в стороне? Я? Почему ты так решил? Я смотрю, тебя очень веселят мои проблемы с Лаутара, с Амандой и с бумагами из банка, которые мне пришлось подделать. А это, между прочим, была твоя идея. Я не спорю. Идея фальшивого счёта на имя Алехандро принадлежит мне. Но мне кажется, вопрос можно решить. Как ты его хочешь решить? Застрелить инспектора Лоретту? Или нашего друга, управляющего банком посаде Ла Сальмос? Я всё обдумал. Он подделал счёт Алехандро, обман открылся, его предала жена, он в отчаянии и наложил на себя руки. Мошенник в могиле, а мы ни при чём. Папа! Дочка, в чём дело? Я так больше не могу. Весь город знает, что мой муж сбежал с дешёвой шлюхой. На меня пальцами показывают, смеются. За спиной шушукаются. А это, между прочим, ваш сын. Понсе, уведи её отсюда. Никаких нервов не хватает. Нет! Нет! Это вы во всём виноваты! Вы за ним не следили, как обещали! Понсе, пусть она заткнётся, или я ей сейчас кулаком рот заткну! Папа! Иди, доченька, иди, успокойся, успокойся, доченька! Скоро шесть. Подожди. Клара не подведёт. Видишь? Вот они. Анна! Куда ты? Клара! Как быть? Вперёд! В чём дело? Не знаю. Лоретта вышел. Спокойно. Не понимаю. Сейчас Анна должна отдыхать. Клара! Клара! Молодец. Нет, Лоретта! Нет! Нет, не нужно! Не нужно, Лоретта! Не нужно, я прошу тебя, не нужно! Нет, нет! Нет, Лоретта! Там был карахи. Почему? Зачем? Тебя использовали. У тебя будут неприятности, Клара. Идём со мной. Лоретта! Ты только не волнуйся, Анна. Здесь немного водки и бинты. Спасибо, Хасинто. Бедный ты мой, бедный. Терпи. К врачу бы ему. Нет, нет. Вы потеряли много крови, хозяин. Никаких врачей, слышишь? Никаких врачей. Послушайте, здесь грязно, может начаться заражение крови. Если с вами что-нибудь случится, меня убьют. Спокойно, ничего не случится, Хасинто. Хасинто. Клянись, что не вызовешь врача. Клянись. Ладно, клянусь. Бедный мой. Клара, с тобой всё в порядке? Да. Клара, скажи, в чём дело? Она помогла обижать любовницы карахи. Что? Марси, где кресло? Иду, Анна. Ты что, Клара? Ты сошла с ума, ведь она главная свидетельница. Скажи, Клара, бандит для тебя важнее, чем отец? Что ты молчишь? Они её всё равно бы убили. Кто тебе сказал? Я знаю, кто. Карахи. Бандиту ты доверяешь больше, чем полицейскому. Да, да, да. Дура. Дура. Здоровая и развратная дура. Я доложу об этом начальству. Ты совершила уголовное преступление. Зачем, Клара? Дура. Всё, хватит, мама. И ты тоже помолчи, и вы тоже. Хотите посадить меня? Сажайте. Арестуйте её, Лоретта, слышите? Бред какой-то. Слышите? Посадите её в тюрьму. Посадите. Твой автомобиль. Где вы его взяли? Нравится? Друг одолжил. Врёте. Угнали. Нет, в кредит купили. Спасибо, Санто. Не за что. Удачи. А что за странный костюм был на тебе в прошлый раз? Ничего странного. Вот как? Ты что, навсегда решил переквалифицироваться в священнике? Или влюбился? Как обидно. Мне так был нужен твой влюблённый взгляд. Что ж, видно, не повезло. А Клара достойная девушка. Я ей благодарна. А Клара, Клара, Клара. Прощай, Карахи. Слушай, почему они все так к тебе липнут? В чём секрет? Может, мне тоже волосы отпустить? А вдруг поможет? Ясно, спасибо за звонок. Плохие новости. Что, Лоретта? Звонили из полиции посадо Лос-Альмос. Управляющего банком нашли мёртвым. Боже мой, его убили? Похоже, что самоубийство. Хотя очень странно. Ну что ж, мы проиграли. Нет, у нас есть бумаги. Подписанные управляющим и вашим мужем. Оба мертвы? Да. Простите. Ничего. Если Коста в чём-то замешан, то последняя ниточка оборвалась. Управляющий больше ничего не скажет. Я на один день еду в посад до Лос-Альмос. Посмотрим, что там за самоубийство. В общем, докладываю. Сначала меня приняла женщина-монахиня. Из неё ничего толкового мне вытащить не удалось. Одни общие фразы. Потом, к счастью, появился мужчина. И тут мне стало полегче. Мне с мужчинами вообще легче договориться. Дальше, дальше. Всё, как вы говорили. Мальчик появился 4 июня 19-го года. И жил до 1937 года. В 1937 он ушёл. С собой у него был один небольшой рюкзак. И всё. Что ещё сказали? Это всё, что удалось разведать. Больше никто ничего не знает. Да, сеньора. Я добыла две интересные вещи. Заверенное свидетельство о рождении. Вот. И фотография. Вот мальчик, которого вы ищете. Вот он. Да. Да. Это моё сын. Это моё сын. Ты что? Да. Ты что? Юлия. Qué? Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol salt, la fuente y las estrellas. Жар спадает, Хасинто, ему лучше. Ты что? Прости. Прости. Тебя не звали. Я не знаю, как мне дальше жить. Я тоже. Целых 20 лет я жила с чудовищем. Скажи правду. Что ты чувствовал, когда я плакала по своему сыну? Радость? Зачем ты пришла? Устроить истерику? Я пришла попросить дьявольскую силу, которая забрала сына, вернуть его. Ты о чем? Смотри, Мануэль. Смотри. Вот мой сын. Смотри, Мануэль. И покайся за то, что ты на столько лет отнял его у матери. Но я тебя не убью, Мануэль. Ты мне нужен. И ты, и Орден. Вашему Ордену я верой и правдой послужила 20 с лишним лет. Теперь и вы поможете мне. Знаешь, какое имя ему дали в приюте? Пелегрим. Пелегрим. Пелегрим Эспозито. Мануэль. И если будет нужно, я пролью реки крови. Но он вернется ко мне. Уйди, Орденуэль. Уйди, Орденуэль. Поехали в больницу. Хорошо. А ты сгинь. Если отец тебя найдет, добра не жди. Спаси его. Да. Что ты злишься? По многим причинам. Во-первых, я не люблю, когда для совершения преступлений использует мои вещи. Пойми, Анна, ее убили бы. Убили бы, ну и что? Тебе важен карахи. Ты плохо кончишь, Клара, поверь. Ты сказала Арасио, что влюблена в карахи? Нет, не сказала. А он-то ни сном, ни духом. Бедный, наивный дурачок. Я еще не все сказала. Ты куда? В душ. А, все ясно. Карахи тебя отблагодарил за свою любовницу. Больная. Утопись. Кажется, у ограды я видела карахи. Я знаю. Плохо, что Лоретто еще не вернулся. Марсио. Да. Закрой все двери и окна. Полицию не зови. Ты что, Анна? Сделай, что я сказала. И иди к себе. Я вызову полицию. Нет. Ты сделаешь то, что я сказала. Иди. 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 Это он. Он. Он скоро придет. Мы должны стать едины, как никогда, и дождаться и встретить его. Он идет к нам. Ко мне, Мануэль. Ко мне. Аманда. Пойми, сейчас не время для ссор и разногласий. Ты родила величайшего из людей. Не знаю, Мануэль. Мне нужен был сын. Просто сын. Я хотела любить его. Простить его. Ты его украл, Мануэль. Ты лишил меня сына. Я тебя никогда не прощу. Нет, нет. Не отдам. Пусть это единственное изображение хранится у меня. Нет, отдай. Нет, нет, нет. Нет. Ты болен. Глупая женщина. А ведь сам Господь благословил тебя принести в мир спасителя человечества, Аманда. И придется тебе это принять. Придется. Мы ждем тебя. Приди. Приди. Мы ждем тебя. Так, ты говоришь, боли в животе? Да. Ложись. Да. Я буду давить, а ты скажи, где болит. Да. Здесь? Здесь? Нет. Нет. Здесь? Нажму сильнее. Болит? Нет. Не понимаю. Сейчас нажму посильнее, а ты скажешь, болит или нет. Здесь? Нет. Болит? Здесь? Нет. Понце, я нашел его, помогите. Доктор, он ворвался. Тихо, тихо. Тихо. Бинты, шприц, антибиотики сюда, быстро. Лутара, мы в больнице. Я понимаю. Ничего ты не понимаешь, дурак. Вот перекись. Не бойся. Это я. Это я. Это я. Это я. Это я. Все, Карахи. Сестру обмануть ты можешь. Но меня нет. Ты заплатишь за смерть отца. Убийца. Фильм озвучен компанией «Интракоммуникейшнс», 2004 год. «Интракоммуняшнбная Winther vo gamer» «Интракоммуняшнбная д Pilot», люди в ком viveма Amy Экадж. Ав Worker Убийца на мой день. А вот эти две слева 80 гaya и си единая. Одинок еди atticуhen по себе. Ди fireworks звали. Субтитры подогнал «Симон»